Всегда в форме, всегда готовы прийти на помощь. Для этих людей даже профессиональный праздник не повод расслабиться, потому что работа такая. Это работа на колесах, это работа в неизвестной обстановке, в обстановке, в которой ты не можешь даже предполагать, что тебя ждет, какой пациент тебя ждет, в какой ситуации ты попадешь. Это необходимость очень быстро принимать решения, логически мыслить, не растеряться, не запаниковать и собраться, оказать правильно, в полном объеме и принять правильные решения. Анапа обслуживает 17 бригад скорой помощи. В летний период их число значительно увеличивается. На вооружении 20 единиц техники, не считая резерва. В прошлом и в этом году город получил по федеральной программе 7 новеньких карет скорой помощи. В ближайшие два года автопарк планируется еще расширить. Врач Валерий Сотников работает в Анапской скорой три года. Приехал из Хабаровского края. Говорит, хоть работу комфортной не назовешь, но все необходимые условия созданы. Мне здесь очень нравится работать. Но Анапа – это же курортный город. Новая аппаратура, укомплектование полностью, практически на 100%. Работаем по стандартам Министерства здравоохранения. Все нормально, работаем. Мне нравится. Зарплата хорошая. А это сердце Анапской скорой. Диспетчерская служба. В сутки здесь принимают до 250 звонков. Работа всех служб отлажена до секунды. Ведь каждая на счету. Коллектив опытный и профессиональный. Есть те, кто работает здесь около 40 лет. Но и с новичками, как признается руководитель, везет. Я как руководитель могу сказать, у меня работают самые замечательные люди. Это не мое только мнение, как руководители. К нам приезжают летом сотрудники из других городов. И они, в общем-то, остаются очень хорошего мнения о нас. О нашей работе, о нашей организации. Я хотела бы поздравить всех своих коллег, работающих на скорой помощи во всей Российской Федерации с профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, терпения, мудрости, мужества. Ну и благополучия, конечно. Только за прошлый год анапские медики оказали срочную помощь более 60 тысячам человек. Это значит, они спасли тысячи жизней и судеб. И сегодня, несмотря на праздник, они, как всегда, спешат кому-то на помощь.